шалом меня зовут лена музыка вы смотрите еврейский пульс сейчас вы смотрите первый выпуск после перерыва программа была в отпуске пишите комментарии ставьте лайки и поддерживайте нас сегодня мы будем говорить о большом литераторе который сначала только между делом писал детей потом стал главным сказочником русскоязычного пространства даже после распада ссср он сохранял большие тиражи у него прекрасная детская литература сделанная с любовью и редким талантом и нам с вами безумно повезло знать с детства такую литературу корней иванович чуковский сам придумал себе и имя и отчество и фамилию в рождении он коленька корнейчук родился в петербурге 1882 году в этот момент петербург столица российской империи при императоре александре третьем россия настоящая империя она вторая по размеру после англии который все еще принадлежит индии пакистану и некоторые территории в новом свете российская империя если переводить на современную карту состоит из современной россии белоруссии украины узбекистана таджикистана казахстана туркмении каргизии болгарии части турции части ирана азербайджана польши финляндии молдовы армении маленьких провинций в китае литвы латвии эстонии и до 1841 года куска калифорнии до 1867 года аляски границы постоянно подвижны но в целом это огромный и неповоротливый исполин размером с ссср который по современным меркам плохо и неэффективно управляется полно спорных идей черта постоянно еврейской оседлости следующие вся польша почти вся белоруссия украина маленькие части прибалтики и молдова как будто такой бампер между россией и европой евреи в тех местах живут обособленными группами они в процентном соотношении занимают от 5 до 20 процентов населения губерний но только они не рассредоточены а собраны в отдельные районы города и местечки евреи за пределами черты оседлости могли жить только если они купцы первой гильдии выпускники университетов отслужившие рекруты при этом служба в девятнадцатом веке сначала длилась 25 лет а потом скатилась всего до семи еще в городах могли жить ремесленники кожевники сапожники или ювелиры отец коленьки корнячука почетный гражданин одессы богатый эммануил соломонович левенсон сын известного одесского врача соломона михайловича левенсона чтобы эммануилу не пришлось жить за чертой оседлости его отправляют в петербург получать образование мальчику снимают квартиру в доме на пяти углах нанимают прислугу и отправляют учиться эммануил влюбляется в свою прислугу в крепостную крестьянку екатерину осиповну корнячу тоже одесситку живет с ней гражданским браком рождается двое детей маня и коля по законам российской империи не может быть официального брака между иудеем и крестьянкой дед детей по еврейской линии просто в бешенстве дети живут без отчества и с маминой фамилии коленька рождается в 1882 году а в 85 его отец эммануил уходит из семьи и уезжает в баку азербайджан тогда часть российской империи в баку добывают нефть эммануил работает бухгалтером и открывает типографию его отец расторг первый гражданский брак сына и тот быстро женится по-настоящему по-еврейски в баку оставшись одна с двумя детьми в петербурге без профессии и денег мама коленьки возвращается домой в одессу жить в петербурге неоправданно дорого жить в одессе вольготно тепло есть порт вокруг которого есть детские сады школы и университеты все прекрасно но тут важно сказать что одесса один из крупнейших городов черты оседлости него стремятся многие богатые евреи чтобы дать образование своим детям поэтому большая часть коленьких друзей тоже евреи они начинают жить в одессе коля сначала ходит в садик затем поступают в гимназию и все бы хорошо но в 12 лет коленьку изгоняют из гимназии тут две версии одна самого чуковского российская империя второй половины 19 века похоже на современные нам америку и британию потому что те экономико-политические процессы которые происходят в стремительно богатеющих слоях населения никак не поддерживаются в богатых и образованных слоях в россии второй половины 19 века император александр второй проводит свои великие реформы отмену крепостного права финансовую образовательную судебную и другие в россии впервые формируются то что можно назвать средним классом некоторым доступно начать зарабатывать своим трудом и тратить заработанное на свое усмотрение начинает копиться социальное неравенство в 1987 году выходит циркуляр о кухаркиных детях мол дети простого люда получать образование не должны а если и получают то по квоте по этому циркуляру коленьку турнули после пятого класса ну или более прозаичная версия циркуляр выпустили когда коли было 5 а исключили из гимназии почти через 10 лет после публикации циркуляра исключили скорее всего его за неуспеваемость или за задолженность по учебе или по тысяче других причин а истории про кухаркиных детей он будучи уже взрослым прикрывался в ссср чтобы показать как негативно сказался царский режим на нем исключение очень обозлила коленьку он устроился работать кем только придется клеить афиши чинить рыболовные сети красить заборы а на свои свободные деньги он купал на толпучках учебники и учиться сам каждый день коленьке правда очень тяжело его мать прачка постоянно в работе он оборванец в 12 лет к молодым людям начинают обращаться по имени отчеству но у него по правде говоря нет отчества существующих документах он николай васильевич корнейчуков николай понятно почему его так назвали васильевич это отчество покрестному отцу корнейчуков это русификация маминой фамилии корнейчук большая и важная проблема подростков 1890-х в одессе это самоидентификация кто он еврей по отцу или украинец по маме или русский потому как записан в документах и на каком языке учится и коли не знает кто он среди его друзей много известных людей первый вольф жаботинский одессит сын богатого отца который умер когда вольфу он же володя было всего шесть лет мама володи как и мама корнея работала весь день чтобы дать ребенку хорошее образование мальчики познакомились еще в детском саду а позже учились в одной гимназии поддерживали связь в одессе вот только коленька был оборванцем а володенька пой мальчиком володенька первый начал заниматься писательским ремеслом и к началу двадцатого века он печатался в крупнейшей провинциальной газете российской империи одесский листок это либеральное издание ее обычный тираж 10 тысяч экземпляров ежедневно а во время революции тираж вырастает до 40 тысяч экземпляров жопатинский еще работают в газете одесские новости он филитонист и член редакции а в 1901 году он случайно встречает чуковского никто за ним не бегает чтобы дать ему образование коля копит деньги покупает книжки иногда подрабатывает репетитором у гимназистов потому что умеет с умным видом втирать околесицу при случайной встрече с жаботинским коленька дает почитать ему свой философский трактат ответ канту чушь полная но он очевидно мечтает работать со словом и жаботинский приглашает его работать корреспондентом в газету на собеседование коля приходит с огромной книгой в руках это производит огромное впечатление на будущих коллег оборванец но воспитанный но дело все в том что в единственных штанах коле огромная дырка который может перекрыть только книга коленька и так весь день на ногах да еще и забегает в издательство иногда отдает очерки и заметки о том что где слышал что где видел посещая днем выставки болтает с приезжими художниками и писателями переводит английские газеты оба друга продолжают свою литературную карьеру жаботинский после переезда в петербург познакомиться с таким большим количеством евреев пораженных правах из-за того что они евреи что станет одним из основателей сионизма идеи получить свое национальное государство нравится многим образованным иудеям жаботинский первый из них он посвятил всю жизнь организации подпольных правых движений которые могли бы бороться за свои права на территории палестины и организовать израиль к сожалению для него он умер в 1940 году не увидев создание израиля после второй мировой войны и так володя жаботинский привел коленьку в газету и оказалось что коленька неплох что него хорошая начитанность и он неплохо копировал на письме известные ему книги скоро коленька стал большим локальным журналистом и в момент выбора подписи родился известный нам корней свои журналистские работы он подписывал николай васильевич корней дефис чуковский это очень смешно потому что сначала фамилия корнейчук обзавелась русским окончанием ов превратившись в корнейчуков потом на еврейский манер было добавлено окончание ски корней чуковский а еще через несколько литераций сугубо еврейской ски превратилась в русской ски корнейчуковский после этого вырастает имя корней им же придуманная как память об украинской фамилии матери корнейчуковский как напоминание об еврейских корнях отца и отчество иванович как самоидентификация русским писателям на сегодня все я с вами прощаюсь а вы мне поставьте лайки пишите комментарии предложения в следующий раз мы продолжим я вам расскажу как оборванец из одессы стал самым известным детским писателем и автором детских песен с вами была лена музык увидимся через неделю и